80-летний философ и поэт Юрий Солонин, возродивший литературную группу Муромского района, ведет аскетический образ жизни. На его стихи писали музыку, исполняли песни. В гости к бывшему учителю немецкого языка и литературы, директору школы села Талызина, направилась наша съемочная группа. Человек с неуемной энергией и бескрайним чувством юмора, шуткой, отметающей все жизненные невзгоды. С Юрием Ивановичем мы встретились недалеко от его школы, построенной из кирпича разрушенного храма. К почти вековой березе, выросшей на месте бывшего алтаря, поэт приходит как к старому доброму другу. Я работал директором с 1 сентября 87-го года, и, наверное, по 96-й год потом меня выгнали в председатель сельсовета. Я закончил МГП и я, Московский государственный педагогический институт имени Мариса Тереза. Это ведущий институт Союза. В Союзе было СССР 12 университетов, он ведущий. У меня диплом Министерства высшего образования СССР. На полках книги, в альбоме фотографии учеников разных школ, куда судьба бросала Солонина. Как оказалось, его произведения в селе Талызина, куда он приехал учительствовать, знали задолго до того, познакомились с поэтом лично. Я в 87-м году приехал. Тут была Маргарита Григорьевна Шарова, ну вот в клубе. И они поют мою песню «Пулевые цветы». Это вы, говорит? Я говорю, так это мои штифи. Как это? Как это? Я говорю, ну что, комсомольская искра. Я говорю, что-то не видишь? Это Солонин. Так это вы, Солонин. Теперь, вот я в Горбатке был. Там есть такой Владимир Михайлович Сухов. Так, он певец, ну он на гитаре, а он не сочиняет слова. И вот он исполнял мои песни. Две печки на полу дрова. Кто бы подумал, что красивые стихи про родную землю, задевающие самые тонкие струны души, поэт пишет в простом, местами худом, давно не видевшем женской руки доме. Под небом средней полосы России на протяжении многих лет все мы молитвы к Богу возносили об избавлении от бед. Под небом средней полосы России смятение духа. И в тоске мы тысячи дорог исколесили в пути от Бога вдалеке. Неустроенный быт одинокого человека, схожий с аскетизмом, изящному слову помехой не стал. Солонина в России знают. Меня снимали, когда я был 85 лет, приезжали из НТВ, понимаете. Сильм сняли, я его потом посмотрел. У меня же не телевизор. Телевизор мне подарили маленький какой-то юноша. Он там болеется. Я не смотрю телевизор. Мне некогда. Сейчас Юрий Иванович готовит к публикации свой третий сборник стихов «Под небом средней полосы». В ближайших планах написать автобиографическую повесть. Елена Петрова, Николай Младенов. Новости Муром.